Всем привет! Сегодня 4 февраля. Вчера был очень сильный ливень. Сегодня стоит замечательная погода. И вот дальше будет, как обычно, видео о том, как выглядит кусочек нашего Сочи. Совсем маленький, в этот замечательный февральский день. Вот какие замечательные цикламены. Большие, выше ладони. Это искусственно выращенные. В наших лесах, конечно, цикламены поменьше. Сейчас самый-самый их сезон. Но выбраться в лес не получается. Ливень, 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 ливень. Сегодня вот редкий день, когда прогноз подкачал. Ну и хорошо. Это у нас оливы. Маслины от плодоносили, но где-то еще ягодки висят. Вот здесь есть. Вон они, в глубине. Здесь тоже будут видны. Лаванда. Ну вообще замечательно выглядит. Агавы и кактусы спрятали. Самые боящиеся морозов растения у нас в Сочи. Даже китайская веерная, ну, почкоплодник может выдержать. Неплохое похолодание. Береза готовится цвести. В лесах уже пылит орешник. Так, ну и из любопытного вот только февральская цветущая лаванда. Фокус попала, да. Я ее даже сфоткаю. Мы ее в Сочи никогда раньше не выращивали. Ну вот я в 80-е годы не помню, чтобы у нас дома росла лаванда. Сейчас, понятно, посадили. Эвкалипты. Ммм, какой сильный запах. И еще одна олива. Субтропическое изобилие зимой. Олеандры зеленые стоят. Канна немножко подсохла. Но она восстанавливается. У нее хорошая корневая система. Гибискус. Вот жалко, он без запаха. А так, конечно, невероятные красоты цветки. Эвкалипты вытягиваются. Одно из самых быстро растущих растений на планете. Молодые пальмочки. Вот они, почкоплодники. Совсем молоденькие. Здесь относительно тепло. Грючина. Бананы. Замечательно себя чувствуют сейчас. Хотя их надо спилить. Бересклеты себя великолепно чувствуют. Олеандры. Ну, они у нас уснули до следующей весны. В июне, в конце мая, начале июня, как обычно, начнут свое очень долгое многомесячное цветение. Ага, вот интересное растение, которое сейчас цветет. Олеандры. Олеандры. Похожу. Субтитры сделал DimaTorzok Вечно зелёные гипарисовики, гипарисы, олеандры и магнолии. Вот кто скажет по этой картинке, что сейчас февраль 4 число. И только листопадные подсказывают нам, что сейчас зима. Возвышаются гималайские кедры. И блестит вечно зелёная магнолия крупноцветковая. Магнолий у нас в Сочи много. Но большинству знакомо три основных вида. Это магнолия вот эта крупноцветковая. Существует даже устойчивый миф о том, что запах цветов ядовит и способен убить человека. Ну, отнесём это к категории мифологических историй для экскурсоводов. Есть ещё магнолия Суланжа. Она вот сейчас распустится буквально через несколько дней. Самые классные растут в центре Сочи, около Александрии и в южных культурах. Есть ещё магнолия Кобус. Вот в центре Сочи я с ней не сталкивался. А в Адлеровском районе одна есть на набережной, около Мишутки. И одна есть на углу, около Бестужевского сквера, на улице Просвещение. Вот она там гигантская. Я её буду снимать буквально через месяц. Она как раз зацветёт. Вот эти вот основные три магнолии, которые у нас знакомы всем. Но существует очень много магнолий, которые растут в парках, в Дендрарии, в Кубанском парке, субтропическом это, в Учдере. А так вот где-то на улицах увидеть их, ну, наверное, я не видел, не встречались. А у Куба хорошо себя чувствует. Фация. Фаций становится больше. Вот сейчас нам в глаза бросается. Раньше вот кроме хосты, ну, как бы особенно и не видно её было, кроме парковых зон. А сейчас на газонах стало появляться в украшении кафе акант. Вот это вот зелёное растение, высокими цветами цветёт, но они не очень яркие, зато выглядят эффектно, как инопланетные. Фация очень мягкая древесина. Это такое вот, это дерево. Ещё по-другому называют бумажное дерево. Очень декоративно выглядит. Главное, выдерживает незначительные похолодания у нас в Сочи. А вот это вот очень редкая форма олеандра. Честно говоря, вот именно в таком состоянии знаю только здесь. Посмотрите, как эффектно выглядят листочки. В этом году цвёл. В этом году цвёл. Очень необычно выглядит. Залитый солнцем. Золотистый. Полным ходом идёт подготовка к новому сезону. Это одна из самых больших агав, которые растут недалеко от нашего дома. И мы надеемся, что в этом году или в следующем она будет свисти. Бананы эффектно выглядят. Листики пострадали, конечно, холодно последние две недели. Вот это растение называется Айланд. Это гость из Китая. У нас в 90-е ему была объявлена война в Сочи. У него конкурентов по скорости роста в наших лесах не оказалось. И он достаточно быстро захватывал площади лесов на уровне 100-250 метров. Остались следы этой экспансии в районе подъёма от Мамайки к Мамайскому перевалу. Там у дальнобойщиков остановка есть. И вот там сохранились Айланды. И здесь. Но они очень декоративно-лиственные. Летом выглядят очень классно. Падуб. Так, из любопытного здесь. Ну, бананы, понятно, уже никого не впечатлить. Особенно, если вы давно смотрите мой канал. То знаете, что, в принципе, скорее всего их обрежут. Буквально через неделю-полторы. Особенно с учётом того, что нам снег обещают в конце этой недели. Беричина вот большая очень. Вот она. Она у нас такая заборная. Из неё заборы живые изгороди делают. Вот это растение нас в конце апреля, начале мая будет удивлять. Сейчас это просто дерево с высохшими соцветиями. Обезлиственное. Но на самом деле это Тамарикс. Это такое вот розовое облачко цветов. У меня есть видео на канале. Можно глянуть, как они выглядят в конце апреля, начале мая. Но вот этот один из самых эффектных. Он в этом году активно цвёл. Я надеюсь, в 2020 году тоже не подведёт. И мы снимем здесь очень качественное, классное видео. О, какая массовая высадка американской Агавы. Сколько её здесь будет, когда она поднимется. Здесь у нас растения, которые должны расти на самом берегу. Розмарин. Зелёный цинерарий очень много. Плосковеточник восточный. Вот это вот растение, вот это всё называется плосковеточник восточный. Юбка сизая, сильный ветер. Здесь очень сильный ветер. А так бы мы, конечно, сейчас с вами увидели очень необычную ситуацию. Как шмели опыляют розмарин. Я надеюсь, на этой неделе мне удастся это снять. И вообще феврале это снять. Потому что в феврале это выглядит очень классно. Когда гигантские шмели опыляют зимоцветы. Вот какая сегодня замечательная у нас погода в Сочи. Ну вот замечательная погода. Сочи. 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 Продолжение следует...